Хотите прожить дольше? И не на год или два, а на 10 или 20 лет? Элементарно. Люди умирают в основном не от старости, а от так называемых неизлечимых болезней. Вы знаете, что от одного рака умирает порядка 40% населения Земли. Но знаете ли вы, что все эти неизлечимые болезни легко можно лечить, если диагностировать их на ранних стадиях? Для этого раз в пару лет нужно проходить медицинский чекап, то есть полное обследование организма. Сделать это можно, например, в Корее за 5 часов. Готовы ли вы потратить 5 часов своего времени сейчас, для того, чтобы прожить на 10 или 20 лет больше в старости? В этом видео я отвечу на все вопросы, которые могут возникнуть у вас по поводу чекапа в Корее. Например, нужно ли знать корейский язык? Поймут ли меня там? А нужна ли виза? Где жить? Как все будет происходить? Я подробно покажу вам весь процесс, начиная от прилета в аэропорт, где вас встречает русскоязычный представитель больницы, и заканчивая оглашением ваших результатов. Смотрите. Добрый день. Я вот из России, из Москвы хочу приехать в Корею чекап сделать, но всего боюсь и не знаю, как это происходит. Можете мне рассказать? Вам нужно будет зайти на наш сайт, заполнить анкету, которая там указана. В первую очередь вам будет необходимо указать ваши проблемы, то есть какая у вас имеется симптоматика. На основании вашей симптоматики мы вам можем порекомендовать ту или иную программу. Водитель вас встречает в аэропорту и довозит до гостиницы. В гостинице вас уже будет ожидать специальный пакет с анкетами и с лекарствами, которые очищают кишечник. Вас всегда будет сопроводить русскоговорящий сотрудник нашей клиники, у которого тоже очень большой опыт работы, который знает, что и как. Базовая диагностика буквально может занять час-полтора, и IP-программу может занять по 3 до 4 часов. И после диагностики, то есть какая проблема у вас не была, то максимально вы можете произвести консультацию. Вы приходите к профессору, вас сопровождает переводчик также и будет зачитывать все результаты, которые готовы. Готовы. Далее, на основании этих результатов, если есть необходимость, вас направят уже к выпуску специалиста. Это поворот на больницу, в Северный хоспитал, где завтра будут ходить чек-кап. Я заселяюсь в отель, и приколите, у них в ресепшн стоит термометр. То есть можно прям электронный термометр. Я только что померил, 36,2 у меня температура. Можно взять и померить температуру себе. Я прилетел в Южную Корею для того, чтобы сделать чек-ап. Нам, взрослым мальчикам, уже надо каждые 2 года проводить диагностику своего организма, или чек-ап. Так же, как машину же вы возите каждые 10 тысяч километров на техобслуживание, чтобы масло поменять, колодки проверить, и вообще посмотреть, если вдруг что-то застучало, зашумело, что там произошло. То же самое надо делать и с вашим организмом, если вы хотите, чтобы он прожил подольше и послужил вам подольше. И вот Корея, это замечательное место. Здесь отличная медицина. В этом мы с вами убедимся завтра, когда пойдем проходить чек-ап. Плюс сервис. Но перед тем, как пройти чек-ап, мне в отель прислали пакет. Давайте посмотрим, что там. Это интересно. Тут какой-то набор специальный, который я должен выпить и съесть, для того, чтобы завтра мне сделали, извините, колоноскопию. Так. Сказали, что внутри есть инструкция на русском языке. Ага, да. Здесь, на самом деле, все очень подробно, оказывается, описано. То есть тут вот это вот, как собирать кал. Вот для него такую штучку, извините за подробности, дали. Так как у меня завтра колоноскопия, нужно подготовиться. Наливаешь сюда воду, засыпаешь один пакетик и в течение получаса выпиваешь. Надо выпить два пакетика вечером и два пакетика, начиная с пяти утра завтра утром. Так что придется проснуться пораньше. Ну и все, завтра буду готов. Обещают мне, что в восемь утра мы начнем и уже часам к трем я закончу. То есть за, что это получается, 4 плюс 3, за 7 часов мне сделают полный вообще чекап, полную диагностику организма. И через три дня, когда все анализы будут готовы, мне выдадут вообще полное описание всех проблем моего тела. Я, наверное, с вами и всеми не поделюсь, но о процессе расскажу. Наступил день моего чекапа, сейчас 8 утра. Все, иду вниз и поехал в больницу. Вчера вечером принял эти лекарства, они оказались сильно-сильными слабительными. И поэтому я вчера до вечера, где-то часа два, не слезал, не покидал номер, потому что это было сделать невозможно. И сегодня в 5 утра по расписанию, по тому, как было написано в книжке, я по будильнику опять проснулся и начал принимать вторую дозу. Ну, в общем, сейчас я чист абсолютно и готов к чекапу. Поехали. Так, короче, у них с парковкой тут везде вот так. Подъезжаешь, оставляешь машину, отдаешь ключи, и они за тебя все паркуют. Очень удобно. Стоит 1 доллар такая услуга. Система очень интересная. Значит, если вы приехали сюда лечиться, то для вас, естественно, парковка будет бесплатна, потому что вы вводите свой номер пациента. А если вы приехали просто поглазеть, то парковка обойдется вам достаточно дорого. Здесь, в этом хоспитале, всегда, как минимум, 10 русскоговорящих сотрудников каждый день есть. Вот они тут все сидят и всегда могут вам помочь. То есть, анализ кала мы уже сдали, анализ мочи, анализ крови замерят ваш рост и вес. Вы остаетесь в своем нижнем белье, все остальное снимаете, аксессуары снимаете. Носки тоже снимаете. После того, как вы пройдете измерение роста и веса, вам дадут носки. Русских тут любят. Сейчас вам поставят иголку и ее будут держать вплоть до того, как вы будете проходить коты. То есть, через одну иглу ставят все препараты. Здесь у нас замерят рост, вес, физические данные. Все очень быстро. Меня из одного кабинета в другой вводят. Не успеваю в интернете сидеть. На случай всяких непредвиденных ситуаций можно здесь кислород взять. Здесь простой воздух, а там вакуум. Диагностика включает в себя замерение антропологических данных. Это рост, вес, индекс массы тела, проверку объема легких, проверку глазного дна и зрения на нескольких аппаратах, проверку давления, УЗИ брюшной полости, внутренних органов и органов малого таза, УЗИ щитовидной железы, ЭКГ сердца, измерение остроты слуха, КТ-обследования и многие другие. Как Высоцкий пел про парижский туалет, так же здесь в корейской больнице есть надписи на русском языке. Пока я жду, мне предложили посидеть в этом кресле, сказали, что оно волшебное. Вау. А, ноги зажало, по спине бьет. Жесткий, очень жесткий массаж. Вы как у нее любите? А, я люблю нежные женские ручки. А, не вот это вот. 15 минут отдыха называется. Или 15 минут страданий. Сделали УЗИ брюшной полости. И еще что-то. А, еще и шеи сказали, что что-то одна артерия расширена. Будут проверять более детально. Сейчас мне сделают КТ-исследование с введением контрастного вещества. Это позволит точно оценить патологические процессы в мягких тканях. Мне сделали ЭКГ. И еще померили талию, которую у меня нет. До проведения колоноскопии и гастроскопии врачи замеряют давление и проверяют состояние организма с целью подтверждения возможности провести процедуры под седацией. У Вас слегка повышено давление, но не настолько, чтобы это не дало провести стаминные анализы. Мне в горло прыскают анестезию для того, чтобы расслабить мышцы для введения гастроскопа. Гастроскопию осуществляют с помощью специального прибора – гастроскопа. Он представляет собой длинную гибкую трубку, на конце которой установлена видеокамера. Гастроскоп через рот пациента опускают по пищеводу в желудок. Камера все это время передает изображение на монитор. И врач может отследить состояние каждого сантиметра органов пищевоительной системы. Для оценки состояния толстой кишки проводится колоноскопия. Осмотр также при помощи видеокамеры, размещенной на кончике гибкой трубки специального прибора, который называется эндоскоп. В ходе процедуры сантиметра за сантиметром осматривается кишечник и могут быть удалены полипы. Полипы – это образование слизистой оболочки, способные перерождаться в злокачественные опухоли. Обе процедуры проводят под седацией для комфорта пациента. Возвращаюсь к жизни. Можете покушать спокойно, после этого можно будет переодеться и мы уже в принципе закончим здесь. По поводу гастроскопии, там просто нашли небольшое воспаление и взяли. Да, мы поем тоже, да? Приятного аппетита. Ну вот воспаление небольшое, которое во время гастроскопии, в этом случае взяли биопсию. По результатам биопсии, если как бы у вас сильное воспаление, то они могут рекомендовать какие-то препараты, либо они просто скажут, что вам лучше за этим следить, там раз в год проходите, например, гастроскопию. Освободили! Все, теперь можно выходить отсюда. Выдали информацию на русском языке, информацию для тех, кто прошел обследование, то есть меры предосторожности после обследования, ну для меня это объедание. Клиника Северанс является медицинским учреждением, дважды получившим аккредитацию международной комиссии JCI. Это означает международное признание медицинского учреждения, уровень которого соответствует мировым медицинским стандартам. Мой чекап закончен, сейчас 2 часа дня, то есть он занял, приехали мы где-то, ну в 9 по большому счету, с 9. В 10 до 2 это 5 часов, за 5 часов меня проверили, просканировали полностью и через 2 дня, когда все результаты анализов будут готовы, мне выдадут полный анализ моего тела и все, что с ним происходит. Делали гастроскопию и колоноскопию последними под седацией, это называется, то есть меня отключили, и я спал, вот сейчас проснулся и прям до сих пор проснуться не могу, поэтому сейчас еще разница во времени, поэтому сейчас поеду в отель и немножечко посплю. А экскурсию по больнице мы с вами проведем уже послезавтра, когда я вернусь сюда для подробных консультаций и разбора полетов и понимания результатов. Клиника насчитывает наибольшее количество роботизированных операций. Доктора клиники имеют богатый опыт в области высокотехнологичной медицины. На базе Северанс действует образовательно-тренировочный центр хирургической робототехники. Эта клиника считается самой лучшей в Корее по проведению операций на щитовидной железе. Ну здесь у них целое отделение. Это вот клиника зубная. Здесь пациент сидит и ему на экране прям сразу показывают все, что происходит с его зубами. Это отделение нейроспинальной хирургии. Ну сейчас опять же никого нету, потому что раннее-раннее утро. Здесь проводят минимально инвазивные операции при межпозвоночной грыже. Это вот мне надо приехать сюда сделать. Минимально инвазивные, это значит, что разреза практически нету. То есть минимальное воздействие на кожу. Маленькая дырочка и через нее все делают. Значит это отделение радиолучевой терапии. И это вот самый современный аппарат, который только возможен при лечении онкологии. Называется Versa HD. Это аппарат томотерапии, тоже для лечения онкологических заболеваний. Господи, хорошо, что меня на ЧКП рака не нашли. Мне он пока не нужен. Вот центральный холл. А это вот кассы. Смотрите сколько их. Тут все без очереди всегда происходит. Это регистратура. Вообще здесь в стационаре 1300 койко-мест. А это вот палаты здесь такие. Ну, это вот хорошая палата. Здесь ванна, туалет. Одна спальная комната. Здесь общая гостиная. И, собственно говоря, для пациента. Здесь все полностью оборудовано. То есть, если ваши родственники хотят пожить с вами, они могут либо на этом диванчике сидеть, у нас наблюдать, либо спать в отдельной спальне. Все, короче, продумано. К сожалению, все обычные палаты сейчас заняты и показать их нет возможности. Но они, конечно, поменьше, но не хуже. И вот ресепшн стационара. Когда вы приезжаете сюда, то у вас есть несколько вариантов проживания. Понятно, что вы можете жить в отеле, но если вы приезжаете надолго, например, на месяц, то можно жить вот в таком хостеле. Это стоит 35 долларов за ночь. Вполне себе приемлемо. Сейчас покажу номера. Здесь есть номера, например, на три кровати, на трех человек. Он стоит 60 долларов в сутки. Есть комната на четверых. Она стоит 95 долларов в сутки. Ну, то есть это по 25 долларов на человека, вполне себе приемлемо. И вот эта вот сингл-рум, комната на одного, она стоит 35 долларов. Итак, как вы уже поняли, обращаться лучше не к посредникам, а напрямую в клинику Гангам Северенс, так как там уже работает огромное количество русскоговорящих сотрудников. Ссылка на русскоязычный сайт находится в описании к этому видео. Там же есть телефон колл-центра, где сотрудники на русском языке ответят на все вопросы, касающиеся именно вашего случая и именно вашего конкретного чекапа. Живите дольше!